представьте открыт терминал вы следите за графиком и хотите открыть сделку в этот момент вас занимает два вопроса лонг или шорт и когда входить например прямо сейчас можно а если сейчас если да то лонг или шорт а как насчет входа здесь уже можно а здесь может здесь привет это адмирал с меня зовут лимбиту если вам интересно узнать больше у price action не забывайте подписываться на канал и жать на колокольчик так вы не пропустите все самое новое и вкусное возвращаемся к графику вы наверное уже поняли что без четких критериев можно бесконечно раздумывать где войти поэтому сегодня поговорим о том без чего нельзя открывать сделки а начнем с выбора места принятия решения дело в том что цена это некий язык при помощи которого рынок общается с игроками и зоны максимумов и минимумов важные элементы этого языка не обязательно возразят уровне это выдумка они ничего не значат и не работают я с этим не согласен и прямо сейчас на пальцах покажу что уровне реальность и объясню как они работают перед нами видимая часть стакана цены в красной области заявки на продажу в зеленые покупки сейчас лучшая цена спроса 95 а лучшее предложение 96 пусть на биржу поступила заявка на покупку 10 лот по рыночной цене что произойдет верно заявка выкупит эти 10 лот и за счет этого цена вырастет а что произойдет если на биржу выставить лимитную заявку 100 лот как думаете цена изменится не цена не поменяется потому что лимит это пассивная заявка но в стакане количество лот увеличилась пусть рыночные покупатели вновь пошли в атаку и выставили еще 10 лот на покупку и их атака захлебнулась она была отбита большой лимитной заявкой при этом цена не выросла даже на пункт как думаете а если сейчас покупатели выставят заявку в 20 лот цена сможет пойти выше и совершить сделки по 101 102 или 105 нет конечно же выше пойти в этом случае цена не может потому что никто не будет переплачивать за такой же товар даже цент если есть дешевле того же качество теперь защитившие зону 100 продавцы пошли в атаку рыночными заявками продав 10 лот покупатели не защитили себя большим лимитом поэтому цена снизилась рыночная заявка на продажу ожидаемо снизила цену после чего покупатели вновь выставили рыночную заявку на покупку 15 лот то что рассказываю может быть поначалу показаться сложным но если разберетесь станете гораздо лучше понимать движение цены и чтобы видео не потерялось поставьте ему лайк так как рыночная покупка была значительно меньше большого лимита на 100 цена опять не смогла пойти выше рыночные продавцы снова атакуют выставив 10 лот и цена снижается такая позиционная борьба у дел крупных игроков но следы их борьбы дают подсказки нам обычным трейдерам если ваши друзья сомневаются что уровень существует поделитесь с ними этим видео и вы легко им докажете свою правоту и о вас они вспомнят с благодарностью понимая где размещаются большие лимиты мы для себя определяем места для действия рассмотрим их подробнее и выясним что нам там делать когда цена подошла к уровню поддержки в направлении тренда можно около уровня выставить лимит на покупку предполагая что в зоне большого максимума стоит большой лимит и цена может не преодолеть уровень поставим ниже заявку для фиксации части позиции но будет ли наша сделка правильной с точки зрения управления риском об этом прямо сейчас если стоп разместим сразу под уровнем соотношение прибыли к риску будет около двух с половиной это хорошее соотношение и с ним уже можно работать но если при том же входе и цели стоп поставим ниже все меняется и такую сделку открывать уже нельзя посмотрим почему так важно чтобы прибыль к риску было больше двух для этого проведем мысленный эксперимент пусть у нас есть мешок которым поровну зеленых и красных шаров условие такое если вытаскиваете красный шар теряете 1 доллар если вытаскиваете зеленый шар получаете три доллара за каждое вытаскивание шара платите 10 центов несложные подсчеты позволяют увидеть что в этой ситуации мы зарабатываем 90 долларов если вытащим все шары из мешка теперь немного изменим эксперимент количество шаров и их пропорция та же но за каждый зеленый шар получаем 1 доллар и комиссия при этом не меняется делаем несложные подсчеты и выясняется что при таких условиях мы уже теряем 10 долларов главный вывод из этого можно сделать такой ключевой параметр в прибыльной торговли это соотношение прибыли к риску сделки теперь представим что в мешке только 40 плюсовых шаров и 60 убыточных рассчитаем какую минимальную прибыль при текущей комиссии мы должны получить чтобы не терять запишем расходную часть 60 убыточных на минус 1 плюс комиссия получается минус 70 чтобы быть в минимальном профите нужно зарабатывать хотя бы 10 долларов получается что на оставшиеся 40 шаров нужно заработать 80 долларов 80 делим на 40 получаем 2 таким образом выходит для того чтобы не терять при 40 прибыльных сделках из 100 нужно чтобы прибыль в каждой сделке была как минимум в два раза больше риска думаю я сумел доказать что оценка первой цели важна для выживания трейдера но бывают ситуации когда по ходу движения цены нет графических уровней можно ли в такой ситуации оценивать где цена столкнется с уровнем да можно сейчас покажу как сделать прогноз по первой цели для оценки хорошо использовать долго формирующиеся фигуры такие как флаг или треугольник первая цель по флагу скорее всего будет в зоне одного диапазона у меня есть видео в котором подробно разобрал этот метод настройка линии фибоначчи по методу четвертей ссылка на ролик будет в описании случае треугольника откладываем самый широкий его диапазон этот уровень будет в нашем случае первой целью это может показаться маги но часто работает попробую прямо сейчас это доказать знакомая картинка мы с нее начали вебинар признайтесь честно многие ли из вас увидели здесь треугольник а тем не менее он здесь есть теперь применим правило для прогноза первой цели и вуаля напишите в комментариях удалось ли увидеть треугольник без моей подсказки а сейчас для лучшего понимания переходим к примерам они сделаны в виде теста в конце подведем итог посмотрите на график сделайте оценку по трем пунктам 1 покупка или продажа 2 где будет стоп лосс и где первая цель затем зная что прибыль к риску не должна быть меньше двух подведите итог можно открывать сделку или нет готовы начали тренд вверх в этом случае верно было открыть покупку от уровня первая цель на расстоянии двух рисков если решите внимательно изучить график эту презентацию можно скачать без регистрации она прикреплена к этому ролику на стене группы вконтакте учимся зарабатывать на бирже ссылка под видео второй пример задача та же проведите мысли на уровне определите тренд а потом скажите можно ли здесь открыть сделку если можно то какую узнать узнали график это тот же самый график чего мы начали только немного изменил таймфрейм войти в лонг в данном случае хорошая идея пример 3 покупку здесь можно было войти потому что соотношение прибыли к риску около двух но сделка сомнительная потому что лонг против тренда пример 4 и кажется что сделка неплохая но по соотношению прибыли к риску все не супер хотя ситуацию можно подправить закрыв на первой цели большую часть позиции выводя сделку из-под риска пример 5 как раз тот случай когда можно подумать соотношение прибыли к риску микроскопическое но вдруг повезет лучше на это не рассчитывать потому что уровень это большая заявка если она стоит против тренда есть большая вероятность что ее пробьют но если по тренду то скорее удержится в такой ситуации лучше было на цели выходить полностью пример 6 тренд растущий цена протестировала уровень до цели больше двух рисков кстати как вы думаете почему это движение нельзя считать боковиком напишите что думаете в комментариях свое мнение напишу в этой презентации которую сможете скачать со стены с группы вконтакте учимся зарабатывать на бирже для этого не нужно регистрироваться в контакте пример 7 пример 8 очень хороший пример если в вашей сделке происходит нечто подобное не нужно сидеть и упрямо ждать свои цели надо пересчитать сделку и выбрать то количество лот что дает без убыток и перенести цель немного выше первая ваша задача убрать из сделки риск и только потом зарабатывать прибыль пример 9 в данном случае попались бы в ловушку те трейдеры кто все время ждет разворота увидев уровень они решили бы открыть сделку с целью выше но если оценили сделку по трем критериям то увидели что вход не оправдан те кто ждал входа в короткую скорее открыли сделку от уровня на проторговки пример 10 пример непростой потому что просился лонг но ближайший уровень слишком близко поэтому входить здесь неверно но если бы подождали немного можно было войти стандартно как думаете где можно было здесь войти если вам не удалось ответить на некоторые из вопросов то для понимания лучше пройти тест опять и чтобы не искать видео поставьте ему лайк а сейчас подведем итоги по тесту подходите к торговле ответственно трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала а доходность не гарантирован если набрали меньше пяти баллов тест не прошли от пяти до восьми средний результат лучше попробовать еще раз девять и выше баллов отличный результат если понравился ролик ставьте лайк поделитесь им с друзьями напишите комментарий расскажите сколько баллов тесте набрали с первого раза подписывайтесь на youtube канал адмиралс и не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропустить новое видео всем спасибо и до новых встреч